И сейчас я вам покажу, как создавать коробку для интерьера. Стены, районы для окон, для дверей. Вот у нас открыта пустая сцена на виде сверху. Далее немножко камеру. И возьму план, который у вас находится в раздатке, перемещу его в окно. Здесь появляется меню. После того, как отпускаешь кнопку, нужно выбрать импорт файл. Файл импортируется. Сразу перетаскиваем его в начало координат, чтобы он у нас не затерялся нигде. Убираем сетку, чтобы было удобнее. Выбираем привязку 2.5. Правой кнопкой ее настраиваем, проверяем, чтобы была галочка только на вертексах. И закрываем. Теперь создаем нашу линию. Обчерчиваем весь план. То есть, вот этот план из автокада, он по размерам. Размеры сверять не обязательно. Если в автокаде все было начерчено в миллиметрах, то здесь все будет отображаться так, как нужно. И начинаем строить. Можно, в принципе, из любой точки. Я обычно с угла, откуда я строю, против часовой стрелки. По очереди нажимаем. Видите, привязка срабатывает на углы. По очереди щелкаем. На проемах тоже ставим точку, обязательно. Это вам простейший. Таким образом, по очереди все сначала внутреннести, накерчиваю. Если вдруг ошиблись, создали точку где-то не там, нажимаем Backspace. И ни в коем случае не нажимайте среднее колесико мышки, чтобы перемещать сцену, иначе создание линии сбрасывается. То есть, используйте колесо мышки для того, чтобы отдалять и приближать. Если вы отдаляете, то вы можете подвести курсор туда, куда вам нужно, и приблизить в этом месте. То есть, отдаляю здесь, приближаю здесь, отдаляю здесь, приближаю там, где нужно. Это очень удобно. На окне тоже создаете точку. Здесь создаете точку. То есть, на каждом углу, на каждом пересечении с этой прямой. Здесь в аркере такая же ситуация. Создаю здесь и замыкаю. Нажимаю Close Spine, да. Spine замкнут. Теперь, не отжимая кнопку, то есть продолжается режим создания, отжимаем вот эту галочку Start New Shape. То есть, если галка нажата, и мы начнем создавать новый объект, то будет создаваться новая линия. Если мы эту галочку вот нажмем, то линия продолжит создание в этом же самом объекте. То есть, пока у нас линия выделена, мы отжимаем эту галочку и дальше строим. Теперь по внешнему контуру. Здесь проводим, здесь, здесь, здесь. По всем углам, по всем пересечениям. И тоже замыкаем линию. Далее нам надо обчертить вот эти внутренние помещения, если они нам сейчас нужны. Ну, для примера я тоже их сделаю. Тоже по всем пересечениям, обчерчиваю. Это не совсем простое помещение. Можете брать другой файл для начала, будет проще. И это помещение тоже обчерчиваю. Замыкровение. Все, теперь мы обрисовали вокруг все эти помещения снаружи и изнутри. Можем нажать правую кнопку «Завершить создание». И обязательно отключаем привязку, она нам больше не понадобится. Если мы переместим объект, можем заметить, что он такой же точный. Все эти линии находятся в одном объекте. Теперь получившуюся форму мы конвертируем правой кнопкой в «Editable Poly». На виде «С перспективы» у вас получится полигон. Это все один полигон. То есть вот мы его можем выделить. Это все один полигон. Сейчас мы будем его разрезать в нужных нам местах. Он уже сам немножко разрезался здесь. Это мы исправили. Нам нужно сделать разрезы в местах вставки дверей и окон. И разрезы по углам для того, чтобы разбить большие многоугольные полигоны на несколько маленьких. Для этого переходим в режим «Полигон». И ищем на вкладке «Edit Geometry» кнопочку «Cut». Нажимаем ее. И делаем разрезы. У этой кнопки несколько режимов. Когда стрелка, нельзя сделать разрез. То есть вы находитесь не в полигоне. Когда мы вводим по полигону, по центру, курсор выглядит вот таким образом. Если мы подводим к ребру, то он меняется на такой. Если на точке, то он становится совсем маленьким перекрестием. Это важно, потому что если вы в точку не попали, попали рядом, то у вас будет лишняя дополнительная точка рядом с этой точкой. Это нам не нужно, поэтому всегда строим из углов. Из углов, либо из грани, если это невозможно. Поэтому вот эти два угла сейчас соединяем. Нажимаем правую кнопку. Здесь тоже делаем разрез. Нажимаем правую кнопку. Вот здесь у нас уже есть точки. Поэтому, когда мы создавали, мы здесь щелкали. У нас есть точка. Поэтому курсор меняется на вид, как из точки. И это очень легко вам привязаться. То есть вам не нужно ничего умудрить и подстраивать. Вы просто нажимаете, и он привязывается к той точке, которая уже есть. Тоже делаем дополнительный разрез. Нажимаем правую кнопку. Здесь тоже делаем дополнительный разрез. То есть в местах, где у нас есть линии на чертеже, делаем дополнительный разрез. Рассекаем нашу стену. Здесь двери тоже делали точку, поэтому привязываемся. По окну. Это балкон. Здесь тоже. Здесь на углу делаем тоже разрез. Вот этот полигон, один большой, можно оставить, ничего страшного. Здесь делаем разрез. Вот эту часть тоже можно отделить. Здесь делаем разрез. Здесь режем. Здесь. Вот эту часть отделяем. Здесь режем. Здесь режем. Тут отделяем. Здесь делаем проем для двери. Переходим дальше. Вот этот полигон. Сейчас это один большой полигон. Вот такой. Здесь его делим по диагонали. А здесь можем разделить вот таким образом. И все. На этом обчертили. Теперь нашу подложку можно убрать. То есть перемещаем просто ее в сторону. И видим, что у нас здесь четко прослеживается. Что здесь у нас дверь. Здесь тоже дверь. Здесь окно. Вот оно. Дверь. Вот оно. Здесь серкерные окна. И, собственно, все. Выглядит это все вот таким образом. Если мы нажмем F4, то можем видеть, что здесь появились разрезы. То есть отдельные полигоны. Сейчас вы поймете, зачем это нужно. Приходим в режим полигонов. Выделяем все полигоны. А, да, еще очень важный вариант. Нам нужно убрать вот эти вот линии, которые появились с самого начала. Мы их уделяем. Обе. Тут вот еще одна у нас здесь есть. Здесь вроде бы больше нет личных. И нажимаем Remove. Чтобы их не было. Зачем они нам нужны? Будут только им мешаться. Переходим в режим полигонов. Нажимаем Ctrl-A. Это выделяет все полигоны. У нас они все сейчас выделены. Больше никаких нет. Нажимаем Extrude параметры. И теперь нам нужно определиться с высотой. Первая высота, на которую мы будем поднимать, это высота подоконника. Он всегда может быть по-разному. В данном случае будет 900. Вводим 900 мм. Нажимаем Enter. Нажимаем галочку. Теперь у нас этот уровень зафиксирован. Нажимаем Extrude еще раз. И нам нужно сделать верхнюю высоту двери. Высота двери. Высота двери 2.100. Обычно. Поэтому 900 у нас было. 2.100. Это нам надо добавить еще 1200. Нажимаем 1200. Нажимаем Enter. Нажимаем галочку. Это высота двери. Теперь высота окна. Добавим еще 300 от высоты двери. Это все высчитывается на самом деле. То есть, смотря какие размеры у вас по высоте окна, вам нужно будет подогнать. И третья высота – это потолок. Пускай будет еще 300. То есть, дверь у нас была 2.100. Плюс 300 мы добавили. Получилось 2.400 высота окна. Но давайте добавим еще 400, чтобы 2.80 получилась высота. Нажимаем галочку. Все. Таким образом, у нас верхняя часть, если мы сейчас выделим полигоны, то увидим, что 2.800 высота вот этих всех полигонов. Вот пола. То есть, высота потолка 2.800. Теперь, что мы делаем? Мы выделяем те полигоны, где нам нужно сделать проем для двери. Для двери это первые 2 полигона. Уделяем с одной стороны и с контролом выделяем их с другой стороны. Нажимаем бридж. Растраивается такое вот в проем. Нижний полигончик выделяем и сразу удаляем. Он нам не нужен. То же самое делаем с другой двери. Выделяем с двух сторон. Нажимаем бридж. Нижний полигон удаляем. Еще у нас дверь вот здесь. Тоже нажимаем с контролом все. Уделяем. Нажимаем бридж. Удаляем нижний. Вот здесь у нас по плану мы можем видеть, что вот эти два полигона – это дверь. Но дверь балконная, а значит она по высоте такая же, как и окна. А окна у нас вот эти два. То есть здесь на окне мы выделяем сразу все, все полигоны. Это у нас дверь и рядом окно. Это один большой проем такой вот буквой «Г». Уделяем его с одной стороны и выделяем все полигоны с другой стороны. Так, наоборот, вот здесь. Видите, там окно. И нажимаем тоже бридж. Нижний полигон также вдаляем. То есть у нас проем вот такой вот формы получился. Серкером немножечко тоже сложнее. Здесь выделяем все полигоны, всех окон. Так как у нас один проем будет, без перегородок между ними, то выделяем сразу все. Здесь тоже. Так, вот под три окна выделяем проем. Нажимаем бридж. Таким образом получаем ровные здесь стены. Здесь все тоже хорошо. Вот, проделали проемы. Теперь у нас все готово. Так вот, вот эти разрезы, когда мы делали их на плоскости, в местах вставки окон, они при выдавливании дают вот эти вертикальные ребра. Если бы их не было, мы бы не смогли выделять вот эти полигоны, которые мы так что превратили в проем. Поэтому принципиально важно делать все действия, которые я показал, иначе ничего не получится. На мой взгляд, это самый быстрый и самый простой метод создания любой абсолютно коробки, любой конфигурации. Даже если есть круглые стены, это тоже все возможно. Продолжение следует... Продолжение следует...